Всем привет! Это очередные новости тяжелоатлетики и в преддверии чемпионата мира давайте посмотрим какие появились свежие новости. Есть состав сборной Казахстана. Среди женщин будет выступать Зурфия Чиншало до 55 до 71 Екатерина Быкова. Среди мужчин категории 55 Орли Чонтей, Игорь Сон, 89 Денис Уланов, 81 Нижат Рахимов, Айдар Казов, 96 Илья Ильин, до 109 кг Ибрагим Берсанов. В интернете можно встретить несколько видео Ильи Ильинас, его тренировок и сделать определенные выводы о его спортивной форме. И есть толчок Есть Рустами, здесь 180 кг Есть видео Андрея Арянова, 230 кг на грудь И 170 кг на три раза сплинтов С новостями о чемпионате мира пока все. Переходим к новостям сборной России Канал Яркин и Яркин опять порадовал нас новым видео Это рывок Вячеслава Яркина с низких плентов 160 кг это очень хороший результат для него Скинул, скинул, скинул Неплохо Повыше, повыше, повыше ногами Следующая новость касается не конкретно тяжелоатлетики Но все равно развитие спорта в России И так или иначе это может каких-то клубов или сообществ регионов коснуться Дмитрий Медведев сообщил, что государство продолжит выделять средства Значительные средства на развитие спорта высших достижений Это связано с тем, что в ближайшие годы у нас в стране будут проходить соревнования международного значения Это чемпионат Европы по футболу и УФА 2020 Чемпионат мира по волейболу 2022 И Всемирная летняя универсиада, которая будет проходить в Екатеринбурге в 2023 году Ну и всем, естественно, интересно, на что будут выделяться эти средства Зачитаю данные статьи Продолжим выделять средства на строительство и реконструкцию стадионов, спортплощадок В том числе на селе, физкультурно-оздоровительных комплексах, ледовых дворцов Следующая новость касается Олимпийского комитета России 3 сентября он сообщил в социальных сетях, что завел канал в мессенджере Telegram Все мы знаем, что с апреля 2018 года Telegram официально заблокирован Роскомнадзором на территории России Напомню, что мессенджеру нужно было хранить в течение полугода данные телефонных разговоров и сообщений на своих серверах И по запросу ФСБ предоставлять их Вот такая короткая информация из статьи И в конце сообщается Олимпийский комитет России является самостоятельной, добровольной, неправительственной и самоуправляемой организацией Но должен осуществлять деятельность в соответствии с Конституцией и Законом мира России И вот здесь небольшое противоречие я увидел в статье Потому что она может быть неполная Или здесь нет полной информации Потому что читая, что мессенджер был заблокирован в 2018 году Нет никакой информации На данный момент он разблокирован или по-прежнему заблокирован А здесь вот в конце сообщается, что Олимпийский комитет должен осуществлять деятельность в соответствии с законами Российской Федерации И получается, что если мессенджер официально заблокирован, то как они могли открыть канал? Получается, что либо они на свое усмотрение Потому что они, не зря же здесь сказано, самостоятельная, добровольная и самоуправляемая организация, не правительственная Либо есть какие-то данные, что мессенджер телеграм стал разрешен на территории России В ютюбе наткнулся на такой видеоканал Называется Тяжелоатлеты мира Да, здесь вот то, что вы видите Всего лишь шесть видео Но они касаются наших спортсменов Это интервью Есть с Русланом Албеговым, Мария Вострикова, Анастасия Романова, Максим Шейко и вот совсем недавно Виктор Гец Советую всем посмотреть, потому что видео длинные, достаточно объемные Спортсмены отвечают на вопросы о своей спортивной карьере, о личной жизни, как пришли в спорт Например, там Руслан Абегов 40 минут, Вострикова 15, Романова почти 30, Шейко час То есть мы можем более подробно узнать о каждом спортсмене конкретно Вот небольшой отрывок Я в тяжелоатлетику пришла 14 лет Меня привело желание доказать моему отцу и моему брату, что я тоже могу поднимать У меня отец, мой был первый тренер Кто не разберется или по каким-то причинам не найдет эти видео Я их все разместил на сайте Мир Тяжелоатлетика Новости сборной России Интервью видео спортсменов и тренеров сборной России Вот здесь, в самом верху, среди важных сообщений и новостей От спортсменов переходим к антидопинговым новостям И есть такая небольшая статья Называется «Кандидат в президенты ВАДА» Единственный причем кандидант, зовут его Витольд Банько Он сообщил, что Россия должна доказать, что она действительно хочет бороться с допингом Очиститься, тогда возвращение будет возможно Я, например, предполагал, что после всех дискомфликаций И тех многочисленных допинг проб, которые в последние месяцы и годы Подвергаются спортсменам нашей сборной Мы как бы уже вернулись Оказывается, что мы только можем вернуться Что еще точка окончательно не поставлена И здесь в конце как раз пишется, что это еще не конец Полноправное возвращение станет возможным, когда будут сделаны определенные шаги Я не могу говорить о деталях Ну, возможно, скорее всего, это идет разговор о совещании Сейчас мы затронем далее эту тему Которая состоится в конце сентября По итогу как раз тех проб, которые были изъяты из московской лаборатории И в результате которых наши штангисты были отстранены от участия в соревнованиях И вот как раз вопрос по нашим отстраненным спортсменам Скорее всего, будет иметь продолжение И решение после 23 сентября исполкома ВАДы И вот из другой статьи я прочитал, что на этом исполкоме будет на повестке дня только один вопрос Под названием «Вопрос России» И вот, скорее всего, после этого исполкома будет как раз поставлена та окончательная точка О которой говорил единственный кандидат в президенты ВАДы Ну а что будет немножко объемно обсуждаться на исполкоме Здесь вот в статье сказано Обсудят вопрос с пробами московской лаборатории Там будет представлен доклад рабочей группы Связанный с перепроверкой базы На сайте Федерации ветеранов тяжелой атлетики России Есть информация по первому открытому турниру Средиземноморских стран Мастерс Который состоится на Кипре 1-4 ноября 2019 года Если я не ошибаюсь, это первое международное соревнование Куда будут допущены спортсмены Нулевой группы Нулевой, она называется у нас так в России Это группа от 30 до 34 лет Все вы знаете, что ветераны Или по международному стандарту называется Мастерс Начинаются с 35 летнего возраста И есть обновленные данные Это добавлено смета по взносам Которые необходимы для участия в этих соревнованиях Как я уже рассказывал в предыдущих новостях 1 сентября состоялся второй матч По футболу между штангистами В прошлом году этот матч был между двумя командами Это Москва и Московская область В этом году добивалась Тульская область И делались снимки и в прошлом году В этом видео я буду размещать на своем канале Первое видео первой игры есть Это Москва, Московская область Для тех, кто не хочет тратить время на просмотры Сообщу скудную информацию по результатам игр Победила среди трех команд Команда Москвы На втором месте Московская область На третьем Тульская Москва выиграла у Москвы Московской области со счетом 3-1 Московская область у Тульской со счетом 6-0 И Москва выиграла у Тульской со счетом 10-0 Сейчас пока я разместил на своем канале первую игру Это Москва и Московская область Дыхалки все оставил Три пробежки и все Это Московская область Потише стали разговаривать Сразу качать Примолкай, да? Не, ну давай главное дружба Главное же дружба, дружить, ребят Ну что вы расстроены? Ну давайте просто дружить Это просто игра Верик, поделись впечатлениями Старый стал Почему? Ты же в форме Отлично физически В форме, да в форме Молодцы Что сказать? Развеялись хорошо Не мешает для основной спортивной карьеры Стал, Леш Он бы по-любому взлетел Самый кураж Не, не, он бы ракошет пошел Не, он бы по-любому Чуть-чуть сыграл Надо было пожестче И выносить, выносить Ребята, надо выносить мячи Выносите Прижались к воротам все Не выбивайте все время Будут куда В край, в край все время Куда? Они уже встали все и команды там в край И ловят этот мяч Ну, красиво Ничего себе О, супер Супер, вперед, гол Забей гол Ура, гол Ну, вот так вот, если коротко Как вы видите За московскую команду выступали И такие известные спортсмены Как олимпийский чемпион Дмитрий Берестов И действующий спортсмен Сборной России Феликс Халибеков Полный состав команды Можно увидеть на сайте Я разместил В разделе соревнований Тренировки Регионы России и Москва Я разместил полный состав По командам Те, кто участвовал Спасибо Владе Карачаровской Которая вела учет И здесь же будут размещены Все те видео Их будет три Теперь переходим К международным новостям И ближнего зарубежья И начнем с Олимпиады 2020 Статья называется На Олимпиаде могут использовать Снежные пушки Для охлаждения зрителей Меня очень это заинтересовало И я сейчас прочитаю Информацию из статьи Чтобы вам было понятно Машины предназначенные Для производства снега В качестве устройств Для охлаждения Будут протестированы в Токио Во время соревнований По гребле на Каное 13 сентября Мы планируем произвести 2 тонны снега В ходе испытаний Машины будут применяться В случаях Если температура Привисит отметку В 30 градусов по Цельсию И в статье Здесь говорится Что это необходимо Для того Чтобы сделать Температуру воздуха Более комфортной Для зрителей Следующая новость Касается Тоже Олимпиада 2020 Где Затрагивается Конфликт Между Японией И Южной Кореей Чиновники Национального Олимпийского комитета Южной Кореи Призывают Японию Запретить демонстрацию Так называемого Флаговосходящего Солнца На летней Олимпиаде Поскольку Он символизирует Милитаристское И имперское Прошлое И Далее В статье Сообщается Есть как раз Ответ По этому вопросу Зачитаю полностью Представители НОК Южной Кореи Направили запрос В организационный комитет Токио 2020 Однако Олимпиады Сообщили Что не станут запрещать Использование Флага На сайте Федерации Украины По тяжелой атлетике Есть информация По Международному Турниру Который Прошел в конце Августа И где Также Разыгрывались Лицензии На Олимпийские игры 2020 Международный турнир Назывался Cup of Blue Swords Состоялся Как я уже сказал В конце августа 28-31 И Есть данные По спортсменам Которые там Участвовали И их результаты Это Конотоп Камила Категория 55 89 Рывок 107 Толчок Деха Ирина Категория До 86 105 Рывок 130 Толчок Пирогов Кирилл Категория До 96 161 190 И Рев Константин Категория До 109 160 200 Далее Новость касается Тоже Федерации тяжелоатлетики Украины Я Эти новости Буду читать с сайта Мир тяжелоатлетики Потому что Статей было Несколько Новость касается Научно-тренировочного Семинара Европейской Федерации Тяжелоатлетики Который прошел В Украине В конце августа Там Участвовали Такие Люди Как Генеральный секретарь Европейской Федерации Доктор Хасан Акуш Казначей Европейской Федерации Член исполнительного Комитета Европейской Федерации Глова Учебно-научного Комитета Европейской Федерации Член Учебно-научного Комитета Европейской Федерации И далее Официальные лица С Украины И Дали информацию Что они делали На этом семинаре В первый день Участники Семинары приняли участие в двух практических занятиях, которые прошли в спортивном комплексе «Эпицентр» и одном теоретическом, в котором заслушали доклад на тему «Тренеры по тяжелоатлетике нового поколения». Далее сообщается о том, что представители Европейской Федерации посетили Национальный университет имени Ивана Агиенко, познакомились с работой в кафедре физической реабилитации и медико-биологических основ физического воспитания. Между руководством университета и представителями Европейской Федерации была достигнута договоренность о будущем сотрудничестве в области спортивной науки и в рамках образовательных проектов. Участники научно-тренировочного семинара провели два тренировочных занятия в спортивном комплексе, во время которых работали на совершенствовании и выполнении тяжелоатлетических упражнений. На тренировках использовалось специальное программное обеспечение, которое анализирует технику исполнения рывка и толчка. Полученные информации и ценные рекомендации от научных работников Европейской Федерации, безусловно, выведут на качественно новый уровень технической подготовки участников семинара. И кому интересно, кто еще на базе украинского спортивного комплекса «Эпицентр» проводит свои учебно-тренировочные сборы, это национальные сборы Узбекистана, Израиля, Азербайджана, Армении, Эстонии, Украины, Норвегии. Следующая информация тоже касается сборной Украины, но не тяжелоатлетов, а вообще всех спортсменов. И такой вот немного курьезный случай. К сожалению, ссылочку на статью я не сохранил, поэтому также буду читать с сайта «Мир тяжелоатлетики» из раздела «Соревнования и тренировки. Новости мирового сообщества». Статья называется «Чиновники Минспорта Украины подозреваются в хищении 300 тысяч долларов». В чем же дело? Сообщается, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица, госучреждения, управление сборных команд и проведение спортивных мероприятий Украинской обеспечения в нарушении требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму, но сразу скажу, в долларах это 324 тысячи долларов. В рамках уголовного производства задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам, к тому же часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре. Из-за действий должностных лиц в государственном бюджете Украины нанесен ущерб на более чем в те же 324 тысячи долларов. И поставлено под угрозу, что самое важное, выступление на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции. Вот такая вот информация, которая может как-то в опозревом будущем коснуться отдельных спортсменов, если вдруг эти препараты окажутся чем-то загрязнены в кавычках запрещенным. Переходим к тренировочному процессу. На канале Веселая наука есть видео, называется «Стоит ли тренировать большие мышцы иначе, чем маленькие?» Вот небольшой отрезок. Существует много теорий о том, как размер мышц влияет на объем и частоту тренировок, но на данный момент они в основном умозрительные и дискуссионные. Итак, выделяю тренировку больших групп мышц, теоретически может вызывать больше усталости центральной нервной системы, что снижает частоту тренировок, но у нас про это есть фильм. Тренировка больших групп мышц может потреблять больше энергетических ресурсов для восстановления, поэтому требуется меньше объем или частота тренировок для больших групп мышц. И, наконец, третье, у небольших групп мышц должно быть меньше мышечных волокон, и поэтому им может понадобиться меньше нагрузок, чтобы стимулировать все мышечные волокна. Далее раскрывается тема, где рассматривается разный подход к тренировочному процессу, в виде интенсивности нагрузок, объемов и на какие группы мышц как это влияло. Что новенького можно посмотреть про технику выполнения упражнений? Есть видео про толчок Алексей Тарухки разместил видео, называется «Взятие шнаги на грудь и подъем от груди. Ошибки и пути их исправлений». Покажу сейчас один знаковый момент в тренировочном процессе, о нем я не один раз уже рассказывал в своих видео про тренировки, либо при общении со спортсменами. И мне хотелось, чтобы кто-нибудь из спортсменов высокого уровня сказали также в своих видео, затронули эту тему и рассказали о своем мнении. И вот давайте послушаем Алексея Тарухки. Еще одна очень распространенная ошибка, которая в большей степени хватается начинающими атлетами от профессиональных, это когда атлеты берут на грудь, к примеру, на два раза, и после первого раза не встают. То есть они берут на грудь, делают полувставание, сбрасывают штангу и потом опять подходят к штанге. Начинающим атлетам я такого не рекомендую вообще делать, потому что это отрабатывается плохой навык, который, скорее всего, когда-нибудь может выстрелить на соревнованиях. Поэтому каждый раз, когда вы поднимаете штангу, заканчиваете полным вставанием. Встали, опустили. На сайте Мер Тяжелоатлетики в разделе «В помощь тяжелоатлету. Залы для тренировок и соревнований» Я разместил видео про Касимов и Рязанскую область. Господа, друзья, я представлю. Сергей Валентинович Бондаренко – это мой друг. Мы с ним учились вместе в военном институте вийской культуры в городе Ленинграде. Сейчас вот он здесь организовал весь этот тренировочный процесс по Тяжелоатлетике в городе Касимов. Сергей Валентинович, как тебе удалось так? В таком городе четыре зала существуют. Много лет назад ребята в этом комплексе начинали заниматься Тяжелоатлетикой. Смотрите, промосты. Вот так и раз. Тренажерный зал и вот здесь есть тоже промосты. Здесь вот, ребята, вот такие, вот такие зальчики, но лучше что-то, чем ничего. Так что в городе Касимов четыре зала – это просто отлично. Далее. Травма, лечение, профилактика. Есть видеоканал Денис Зинуев, называется «Все про артроз. Гоноартроз, как с ним жить и тренироваться». Решил поднять данный вопрос и его разобрать. Собственно, какой вопрос? Это артроз. В частности, разберем гоноартроз, то есть это артроз коленного сустава. Что это такое? Как с этим жить? К чему это может привести, собственно, вот это заболевание портодительного аппарата? И как тренироваться? И можно ли, в принципе, тренироваться с гоноартроз? В разделе «Спорт и организм» есть тема «Алкоголь и спорт», где я разместил видео канала «Веселая наука», называется «Алкоголь и рост мышц». Тема подписчики нашего канала уже не в первый раз задает вопрос, а можно ли пить, когда мы тренируем бицепсы? И можно ли вообще сочетать алкоголь с тренировкой? Его ацетальдегид является прямо токсичным для клеток лейдига, вырабатывающих тестостерон. Только сейчас успокойтесь, силовики и спортсмен, которые тренируют бицепс, мы не говорим о вот этих пиках тестостерона на тренировке. Благочисленные исследования показывают, что употребление алкоголя повышает уровень тестостерона у женщин. В течение дозы этанола более полтора грамма на килограмм показалось снижение уровня тестостерона в сыворотке крови у мужчин. Это подчеркивает дозозависимый физиологический механизм. Мне это видео, конечно, понравилось. Здесь есть такие данные, которые я не смог найти, когда делал свое видео на эту тему. Оно называется «Захаров. Ответы на вопросы номер 10. Алкоголь в жизни спортсмена». И здесь Александр Мирошников приводит много статистических цифровых данных, которые обычному обывателю полезны, если кто-то интересуется этим вопросом. А обычным спортсменам людям просто интересно, когда надо приступать к тренировкам после, допустим, празднования дня рождения, Нового года и так далее. Ну, просто застолье, скажем так, алкогольного. Как влияет прием того или иного дозы алкоголя на процесс восстановления, если вы накануне выполнили или в тот же день выполнили тренировку. И приведу пример отрывков своего видео. Если вы употребили алкоголь и почувствовали опьянение, все, считайте, что одна тренировка минус. Алкоголь приводит к сбоям в работе митохондрии и увеличению мутаций в организме. Откажитесь от употребления алкоголя в течение 1-2 дней после тренировки, иначе тренировку можно считать напрасной. Я думаю, что эти два видео полностью раскрывают эту тему и смогут ответить на любой вопрос спортсмена по данной тематике. Следующее видео, тот же канал Evolution Yeti, называется «Молочка при похудении». Молочные продукты – это для тех, кто занимается снижением веса или сушкой. С вами Yeti, и в данном видео постараюсь разобрать такую тему, как молочка во время сушки или похудения. Имеется ли смысл использовать молочные продукты, то есть творог, йогурт, молоко, кефир и все подобное, когда мы пытаемся скинуть вес? Дело в том, что на данный счет имеется множество мнений, как у различных фитнес-блогеров они отличаются. Кто-то говорит, что молочка вредит, кто-то говорит, что молочка помогает. Так и у диетологов различные мнения, точно так же противоположные две позиции. Сейчас хотел бы поделиться своим. Следующий раздел тоже касается спортивного питания – это характеристики, тесты и обзоры. На канале Мышцы РФ, канал о фитнесе и спорте, размещено видео «Топ-5 генеров. Набираем массу». И здесь рассказывается о составе генеров, о характеристиках их, на что влияют и как действуют они на организм. Включу только небольшой вывод по результату обзора. Друзья, какие выводы мы можем сделать из всего озвученного? Пять генеров, которые мы с вами рассмотрели, наверное, все-таки по моему личному рейтингу я бы расставил так. На пятое место я поставил бы наш маленький генер от компании Nature Raid, который мне понравился меньше всего. И по вкусу, и по составу, и он еще и дорогой к тому же. На четвертом месте я бы поставил Дематайз. Он такой середнячок, то есть ничего особенного. Все, что нужно есть, нормальный белковый состав, обычный по углеводам. Вот, ничего особенного, приятный вкус достаточно. Не буду задерживать, остальное можно увидеть самому, пройдя на этот канал. В разделе «Питание спортсмена» в теме про соль размещено видео канала «Веселая наука. Чем заменить соль?» С этой приправой все кажется пресным и невкусным. Но врачи призывают нас сокращать ее потребление, каждый раз уменьшая норму. Но ведь соль все-таки нужна нашему организму. Чего же от нее больше, пользы или вреда? И как избавиться от постоянной привычки досаливать пищу? На все вопросы ответит наш гость, эксперт по здоровому питанию Александр Мирошников. Александр, доброе утро. И на сайте «Мир тяжелого атлетика» в разделе соревнований, которые касаются мастерс, ветеранский спорт, раздел «Мастерс Россия» – это соревнования, проходящие в России. И я разместил видео группы М-35 соревнований, которые прошли 14-18 ноября 2018 года в Москве. «Поступление отдельных спортсменов». И кто еще не знает, на сайте «Мир тяжелого атлетика» в самом ее низу есть отдельный раздел. Он называется «Интересные в других силовых видах спорта», где я размещаю такие интересные события, как, допустим, про Олимпию, про известных бодибилдеров, спортсменов из силовых видов спорта. Омрестлинг, например, там интересное видео. Интервью с известными спортсменами. Так или иначе, мы все равно, это смежные виды спорта, и так или иначе, мы все равно получаем какую-то информацию, кто много там тягу сделал, кто присел больше всех. И все равно это все на слуху, обсуждается, мы смотрим в социальных сетях, и я решил сделать отдельный этот раздел и посвятить только каким-то знаковым вещам. Например, вот, интересные в силовых видах спорта, здесь есть интересные в кроссфите, в силовом виде спорта, в бодибилдинге, интервью, достопримечательности, спортивный путь спортсменов из этих видов спорта. И на этой неделе на канале Joy Be Channel было размещено видео, называется «Константин Константинов. Тяга длиной в жизнь». Здесь рассказывается о его спортивном пути, какой он был человек не только в спорте, но и в обычной жизни. Его друзья, соратники рассказывают о нем, характеризуют его как спортсмена. В тяге я вообще не думаю. Мне очень важно, чтобы мне вредали как следует между лопаток, при том у меня есть специальный человек, это как бы мой хороший друг. У кого уже рука, так сказать, набита, он бьет уже меня 15 лет. В принципе, если так ударить нормального среднестатического человека, я думаю, его можно просто свалить с ног. На момент съемки конкретно этих кадров с даты смерти Константина Константинова прошло ровно 9 месяцев. Многие спрашивали меня, почему фильм не выходил так долго, ведь у Константина было столько фанатов, для которых важно было узнать больше о его жизни. И в том же разделе про силовые виды спорта есть интервью с Леонидом Остапенко. Это человек, который стоял у истоков развития бодибилдинга России, был ее генеральным сектором. Он рассказывает о том, как он пришел в эту сферу, чем занимался. У него, кстати, есть большое количество написанной им литературы про спортивное питание, методики, фармакологию. Видео находится на канале GetBigTV, называется «Тет-а-тет» с Леонидом Остапенко. 75 лет на службе Болди Бизлдина. Как и наш, между прочим, Георгий Павлович Тенн. И они читали эти материалы. Собственно говоря, какая-то методика уже проникала. Проникала она в виде чего? Прежде всего, в журнале «Спортивная жизнь России». Геннадий Петрович Балдин, царство ее небесное, золотой был человек. Игорь Филиппович появлялся там на фотографии. Появлялись там ребята из Омска. Появлялся Сережа Дудин, Московский. Появился Саша Черных. Дубинин Владимир Иванович. И вдруг Роман Павлович на заседании Федерации встает и говорит так. Тут у нас есть один человек, он юрист по профессии. Полезный, так сказать, нам человек с точки зрения методики. Достаточно подготовленный. Я хочу утвердить его в качестве генерального секретаря вот этой самой комиссии по атлетической гимнастике. То есть моим заместителем. А вся вот последующая жизнь после 1977 года у меня стала связываться с этим, с методической работой. Комиссия. Ну вот на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok